Чтоб вы жили на одну зарплату. Начальник патронатной службы городского головы Ивана Франковска Виктория Дротянко на собственном примере может доказать, что это не так уж плохо, как может показаться. Чиновница со скромным окладом за год сумела приобрести офисное помещение в центре города и двухкомнатную квартирку. Как ей это удалось, выясняли наши корреспонденты. Ивана Франковская журналисты сообщает, в декларации начальника патронатной службы Ивана Франковского горсовета Виктории Дротянко удивляет огромная разница между доходами и расходами. За прошлый год чиновница заработала всего 105 тысяч гривен, зато потратила в четыре раза больше. Купила двухкомнатную квартиру и офис в центре города. И все бы ничего, если бы в электронной декларации не было указано, что главный и единственный источник ее доходов – это зарплата. Подозрительной показалась журналистам и цена, по которой чиновница приобрела недвижимость. Оскільки квартира там на понад 60 квадратных метров, она ее купила за 100 тысяч гривен. То есть, получается, полтора тысячи гривен приблизительно за метр. То есть, на рынке таких цен нет. То есть, она либо приховала свои доходы, либо, возможно, ей подарили эту квартиру, а она это не вказала. Своё жилье 32-летняя Виктория Дротянко купила вот в этом доме. Двокомнатные квартиры здесь стоят не менее 800 тысяч гривен. Цены всюду знаки. Какие? Близко 30 тысяч. Чего? Долларов. Двокомнатная квартира, так? Ну, не знаю, может быть, 30 тысяч долларов. Офис в центре города площадью 36 квадратов за 360 тысяч гривен – это тоже нереально, уверяют риэлторы. Я бы сам покупал по тысячу гривен за квадратный метр. Ну, сами понимаете, ну, тысячу гривен – центральная часть города – это очень мало. Журналісти проанализировали декларации чиновницы и за предыдущие годы. Как видно из декларации, за 2015 год паня Дротянко заработала 8 683 гривен. И это единственный ее доход. У 2014 году – 17 300 гривен. Тут вопрос уже в каких-то коррупционных схемах и в каких-то договоренностях, почему данные цифры такие низкие. Або они снижены специальной оценкой для того, чтобы не платить податки, або тут уже идут какие-то коррупционные договоренности бартерные. Встречаться с журналистами начальник патронатной службы не захотела. У ее кабинета мы прождали почти полдня, но получить комментарий так и не смогли. Вы сказали, что она на территории Юниска. Вы сказали, что она тут, где-то на поле. Да, но тут, мать вновь на работу. А когда она будет? Не могу вам сказать. Случаев, когда чиновники скрывают свои реальные доходы, очень много рассказывают общественные активисты. К примеру, согласно декларации главы Ивано-Франковской ОГА, его жена в прошлом году купила иномарку по цене старых «Жигулей». Автомобиль, который декларуется дружиной, купленный 19 березня 2016 года, Lexus RX 350, годы выпуск 2014 года, чтобы вы понимали, цена его 45 тысяч гривен. Это даже на 2 тысячи долларов. Результаты своих расследований активисты передадут в Национальное агентство по противодействию коррупции и будут ждать реакции на ПК. Анастасия Старовой, Джанна Дучак, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал «Интер» Ивано-Франковск.